Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать одну из самых базовых вещей в мужском гардеробе, наверное, после футболки. Это джинсы. Джинсы сейчас есть практически у каждого мужчины. Очень сложно будет найти, у кого их нету, от мала до велика. Ну и, естественно, мы с вами сегодня попрактикуемся, а как же нам нарисовать мужские джинсы. Будем использовать возможности иллюстратора для того, чтобы нарисовать одну половинку более детально. После этого ее раззеркалить и покажу несколько приемов, которые делают джинсы джинсами. Непосредственно от строчки, заливки, потертости, замятости. Вот основные принципы покажу. Мы их очень подробно разбираем в моем курсе Adobe Illustrator в дизайне одежды. Я это показываю, рассказываю, показываю разнообразные приемы работы с дзиннимом, как это все делать, сегодня показываю в таком экспресс-варианте. Конечно же, не смогу вам показать абсолютно все, просто базовые методы, которые позволят вам сделать джинсы джинсами. Итак, поехали. Выбираем инструмент перышка. Сейчас я создам новый слой. Перышко у нас в толщину 1 и с черным контуром. Все, взяли. Немножечко опущу линию талии от классики. Есть, конечно, у нас, например, левайсы, которые можно в классическую посадку. Но есть и слегка заниженная посадка джинсов. Это не значит, что я сейчас уйду прямо в неприличную глубину. Просто немножечко пониже сделаю посадку. Что у нас тут по бедру будет некоторая свобода. И ширина штанин бывает разная. Одно время у нас был модец слин. Сейчас я все-таки нарисую более такую, ну, классический немножко вариант, да? Когда прямая штанина. Ее можете отмоделировать в любую сторону, как вам больше нравится. Но я все-таки предпочитаю более прямой силуэт у Данима. Дело за вами. Какой силуэт вы будете создавать. Потому что, ну, действительно, как бы он очень разный бывает. И в зависимости от моды немножечко меняется. В зависимости от бренда и от потребностей. Поэтому вот такую брючинку я нарисовала. В чем особенности джинсов и дизайна джинсов? Сам дизайн, сама основа, она достаточно базовая. Она достаточно простая. Соответственно, будет то, что называется 5-покет, пятикарманник. Джинсы сейчас их делают и не пятикарманниками. Есть джинсы, которые на болтах, есть которые на молнии. По-разному бывают. Но мы сегодня будем рисовать джинсы на молнии. Не на болтах. То есть, когда у нас здесь застежка все-таки будет на молнии. Стандартный, то, что называется, пятикарманник. Когда у нас спереди полукруглые врезные кармашки. Сзади два накладных. И в одном из передних карманов мы сейчас нарисуем так называемый. Он либо coin pocket, либо clock pocket. То есть, маленький кармашек. Либо для монеток, либо для часов его называют. Тоже там всякая разная история. Видите, даже у джинсов есть. И, конечно же, куча-куча-куча-куча от строчек. Вот она наша с вами основа. То есть, как видите, брюченка и кармашек. Это и есть основа джинсов. Раззеркалили. Чтобы у нас это все было видно. Теперь основу, заливку делаю белым цветом. Вот такая вот у нас получилась основа. Теперь на эту основу мы с вами начинаем добавлять непосредственно особенности, которые наши брюки, вроде бы достаточно стандартные, будут делать джинсами. Ремень. А точнее пояс. У джинсов у нас с вами всегда присутствует пояс. Соответственно, мы его прорисовываем. Пояс у нас будет застегиваться на пуговицу. Я практически не видела джинсов, которые имеют другую застежку. Бывает это кнопка, металлическая кнопка. Это да. Как правило, это и есть металлическая кнопка. Но принцип, что есть петля пробитая и есть сама кнопка. То есть вот она, такая вот кнопочка. У нее, как правило, там что-то еще написано внутри. Кстати, мы это отрабатываем, как рисовать такого плана кнопку. Для того, чтобы у вас не было проблем. Вот таким образом мы ее нарисуем. Не буду сейчас в ней писать логотип, хотя это можно сделать. И очень удобно. И скажем, что она будет какая-то у нас металлическая. Вот такая вот кнопочка. Естественно, она здесь будет располагаться. Под ней будет пробита петелька. Так, что у нас с вами обычно достаточно ярко и четко выделяется у джинсов. Это гульфик, который будет отстрочен. Соответственно, вот такая штука, которая будет у нас с вами отстрочена. И мы ее обязательно должны будем с вами указать. То есть вот так у нас будет пунктирная линия. Сразу выбираем единую толщину отстрочек, которую будем применять везде. Все отстрочки, как правило, у Данима будут двойные и параллельные. Можно нарисовать кисти ей, отрисовывать. Можно, вот как я, методом копирования это все делать. Выбирайте тот вариант, который вам ближе. Можно и так, и так. Как я вам говорила, я показываю один из способов рисунка. Можно многие процессы сделать чуть-чуть по-другому. Это нормально. Но все за короткий ролик у нас не получится разобрать. У меня это несколько полноценных уроков. Поэтому, особенно те, кто занимается Данимом, они знают, что джинсы по своей сути это не дизайн вот именно всяких отстрочечек и всего остального, а это стирки. Потому что то, как они будут постираны, в этом вся и прелесть. Но это отдельная тема. Ее нужно изучать. Какие энзимы с камнями их там стирают с песком, пескоструйка их трут там или чем. Это прям вот отдельная тема, отдельный технологический процесс, который нужно изучать. И, конечно же, лучше всего его изучать на практике. Едете на производство и на производстве это все смотрите. На самом деле туда не так сложно попасть. Если вы, например, поедете на выставку в Турцию, а в Турцию достаточно большое количество джинсовых производств и очень хороших, то у вас проведут, покажут и расскажут. Это все можно сделать. Вот у нас отсрочки по карманам. На мой взгляд, кармашки надо бы нам немножечко, так скажем, приплюснуть. Вот так. Вот. Стало лучше. Так, то, что я вам говорила, чейн-покет, коин-покет, а именно маленький кармашек, который будет выглядывать вот здесь. Вот он вот так и будет обозначаться. Он, кстати, бывает достаточно разной формы в зависимости от бренда и от того, что мы хотим получить. Но практически всегда, практически на всех джинсах, если вы сейчас находите, ну, одеты в джинс, то посмотрите, как у вас это сделано. Ну, либо возьмите в руки, либо сходите на сайт магазина любого, который продает джинсы, и увидите эту особенность. Что у нас обычно поверху кармана? Поверху кармана у нас обычно идет отстрочка. Куда же мы без этого? Все джинсы, они сплошные от строчки. И здесь от строчка, и вот здесь от строчка. Вот так. Еще могут быть дополнительно закрепки. Закрепки можно рисовать по-разному. Самый простой способ рисунка закрепок – это вот такие небольшие прямоугольнички, которые, конечно же, будут показывать, что здесь вот так вот у нас располагается закрепка. Еще джинсы достаточно характерны тем, что у них часто бывают клепочки. Соответственно, даже без клепочек, клепочки мы тоже поставим. Если изначально джинсы были одеждой рабочих, то, соответственно, клепки имели непосредственно функциональный момент, и ими укреплялись те места, которые максимально подвержены износу. Одно время даже была на центральном шве, то есть прямо в паховой области, тоже клепка, но было неудобно скакать на лошадь, потом ее убрали. Но такое дело тоже было, поэтому почитайте историю Денима. Очень такая интересная, увлекательная история. И там тоже вот эти элементы, они все как бы не просто так, они обусловлены. Еще у нас обязательно будет с вами отстрочка по поясу. Ну, куда же мы без нее? Видите, я сейчас занимаюсь, это вот по сути просто отрисовка элементов. То есть здесь элемент, здесь элемент, здесь элемент. Все они должны быть, все они должны присутствовать. Именно они создают тот вид, который мы с вами привыкли. Ну, как бы в голове ассоциируется именно с джинсами. Так, что еще часто мы сможем увидеть у мужских джинсов? Давайте вот здесь сейчас чуть-чуть расширю, да, это место, а то получился к слиму, для тени. Часто вот такую штучку можно нарисовать. Она будет показывать то, что в этом месте при посадке у нас с вами будет сгибаться это место. Ни в коем случае там это не обозначает каких-то интимных вещей. Просто то, что вот здесь, она будет давать небольшой сгиб. Вот такая линия она хорошо обозначает. Часто мы можем с вами видеть выверт, некоторый шва вот так. И там по нему отстрочка. То есть это тоже будет показывать такую вот, будет ли правильно сказать дни, местости или нет. То есть вот это место, то есть мы будем видеть шов, а под ним будем видеть отстрочку. Потому что по внутренней части там тоже у нас часто очень проходит отстрочка. И мы, естественно, ее будем видеть. Форма карманов, она может быть вот как у меня, может быть более плоская. То есть надо все смотреть. Вот такая штука будет. Чтобы шов в эскизе не выходил на первый план, мы его сделаем не один пункт, а 0.75. Таким образом визуально шов будет чуть тоньше основного контура. И будет визуально тоже смотреться как бы больше так на втором плане. По низу, ну как бы здесь вы тоже все знаете, что всегда у нас будет идти по низу двойная отстрочка. И это то, почему достаточно сложно бывает подшивать брюки, джинсы особенно. Потому что делаются двойная отстрочка. После этого джинсы стираются с энзимами и всем остальным. Она тоже уже как бы встает в изделие. И когда вы его просто обрезаете, отстрочка смотрится неестественно. В ателье, в хороших ателье, вам это все поправят и сделают. Вот такая у меня получилась база. Еще я забыла шлевки. Туда же мы без шлевок. Шлевочки, они могут быть вот такие прямоугольнички. Соответственно, вот так. Вот не пунктирная, можно ее сделать, например, 0.75. Она может выходить немножко за край изделия, потому что когда шлевку пришивают, она объемная. И когда она становится плоской, она может становиться вот такой. Соответственно, отстрочка по шлевке тоже будет идти по двум сторонам. Пришивают ее обычно внутренним шовчиком, который мы не будем видеть. То есть все вот эти детальки, все это нужно показать. Конечно же, показать еще и задние кармашки. То есть джинсы, они требуют такой вот внимательного, спокойного дизайна для того, чтобы все-все-все элементы у нас были задействованы. Ну и дополнительно можно создать тень. Опять же, смотрите, очень такого общего характера. Вот здесь вот на коленке ее показать. Почему она пунктирная? Потому что у меня идет... До этого я рисовала пунктирную линию, и она переняла свойства последнего объекта, которым я рисовала. Вот. Это совершенно естественная история. Главное, что мы сейчас... Я что-то цепляю. Вот я цепляю отстрочку по поясу, что не очень здорово. Вот. Вот моя тень получилась. Дополнительно тень можно вот здесь создать между ножек. То есть очень такая базовая. И если вот вы смотрели, например, предыдущее видео, где мы рисовали брючки, мужские классические чинопокеты, то вы видели, что я там не рисовала никаких отстрочек, не потому что я этого не хотела, а потому что действительно на классических брюках отстрочки делаются, только если они действительно там необходимы. то в джинсах здесь достаточно большой акцент будет сделан на отстрочках. И тени. Там я рисовала их более плоскими, показать, что изделие такое более спокойное. Здесь я немножечко изогнула контуры для того, чтобы показать, что все-таки изделие такое более вот у нас живое. Можно дополнительно, если хочется прям выпендриться, отстрочки сделать еще внутри карманов. То есть вот внутри кармана вот эта часть, она всегда будет чуть темнее, потому что это верхний слой ткани. Вот. И вот эти вот части сделать тоже тенюшечками. Будет смотреться более живенько. Это уже по желанию. Это уже такая детализация пошла. Но если вы действительно в основе своей занимаетесь именно джинсами, то там надо прям на это сделать акцент и, конечно же, прорисовать пару-тройку моделей прям очень хорошо. И после этого у вас тогда будет видно, что и как. Вот. И то, что я говорила. Вот мы в курсе рисуем разные заливки. Это просто заливка база. Есть заливки, которые, соответственно, векторные. Есть заливки, которые растровые. И здесь у меня есть просто примеры. И мы сейчас с вами джинсы, которые у нас получились, зальем разнообразными заливочками. Так, давайте попробуем вариант 1. Стандартный такой голубой оттенок. А вот, смотрите, получились у нас голубые джинсы. Но, во-первых, сейчас очень крупно у меня, да? Я сейчас помельче сделаю. Это растровая заливка. Соответственно, такой вот растровый голубой деним. Сейчас я выберу все этого цвета. Сделаю масштабирование. Так, нет, это неправильно, то, что у меня получилось. Еще раз выбираю. Еще раз масштаб. Мне не нужно масштабировать объекты. Я хочу масштабировать только узоры на 25. Иногда бывает, что сразу не масштабируйте. Надо тогда скинуть выделение. Выделить еще раз. И сделать масштабирование. Вот, смотрите, заливка стала меньше. Стало больше походить на дни. То, что мы с вами делали тени. Вспоминайте. Желательно тени сделать не серыми, а голубыми. То есть, заливка у меня голубая. И, соответственно, и тени лучше сделать такими серо-голубыми. Они будут лучше дополнять то, что у нас с вами происходит. Вот видите, она более мягко, более органично туда вписалась. Дополнительно мы можем показать, что у нас вот здесь будут усы. Это уже пошла так называемая стирка. То есть, вот это место будет иметь такие вот усики. Их часто прям делают сразу на производстве. Вот. То есть, вот такие замятости будут. Делаются они, по крайней мере, на моей практике, линеарно. Их лучше всего сделать. Так, здесь у нас заливка. Соответственно, все должно быть без цвета заливки, но с цветом контура. Так, цвет контура мы с вами подберем. Такое вот теневое окно. Библиотека кистей. И мы здесь найдем художественный мелый уголь. Вот, оно лучше всего всегда подходит. Вот такие штуки на самую тоненькую. И, конечно же, дадим им непрозрачности. То есть, они будут показывать, что вот здесь будут у нас заломчики. Вот. И можно еще нарисовать несколько потертостей. Например, вот так потертость и вот так потертость. Вот. Это вот то, что я говорила уже про стирки. Вот это оно как раз и будут. Это вот называется усики. Это там стирка и так далее. Все, конечно же, это надо отдельно прорабатывать. Я, еще раз повторюсь, есть у меня курс. Я там это отдельно показываю. Это не пятиминутный разговор. Это надо очень вдумчиво, так спокойно делать. Вот. И будет оно светло-серым. Естественно, с очень-очень большой непрозрачностью получается эффект потертости денима. Ну и, соответственно, надо смотреть, где еще будет потерто. Как-то есть там на поясе будет. Вот уже у вас будет более такая имитация денима. Давайте попробуем другой еще цвет сделать. То есть это вот светло-голубые у нас брючки получились. А это будут у нас, например, выбираем весь бирюзовый цвет, который у нас залит. И вот у меня темный вариант. Тоже очень может быть. Единственное, что масштаб. Тоже надо проправлять с вами тени, потому что там у нас были светлые тени. Здесь их надо делать более темными. И, конечно же, застиранности, если они нам нужны. Тоже смотреть, насколько они должны быть активными, быть ли или не быть. И уже проверять. И вот таким образом мы получаем с вами джинсы. Джинсы, вы сами знаете, бывают разные. Бывают трубы, скини, прямые на поясе и так далее. Но вот такие базовые джинсы мы нарисовали. Это может быть основа. Они могут носиться с пиджаком, они могут носиться с худи, они могут носиться с футболкой, с чем вы считаете более актуальным. Ну и, естественно, вид сзади. Все показать внимательно. Там на задних карманах всегда разнообразные отстрочки. И, как правило, у каждого бронда свои. Это тоже нужно все показать и все сделать. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я уже нарисовала очень много видео. Это 93-е видео из большого челленджа 100 эскизов ФВД. Это вот в одном месте все собрано. Я показываю, как это все рисовать в иллюстраторе. Подписывайтесь, смотрите. И до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...